Ну что же, всем привет, с вами Фастер Вонлайт, и мы начинаем смотреть за первыми квалификациями на Чуайнлик Сезон 3, где будет разыграно 310 тысяч долларов. Это крупнейший турнир для студентов. Всего в нашем районе СНГ будут проходить 4 квалификации. С этих 4 квалификаций выберут 8 лучших команд, и эти 8 лучших команд будут сражаться за звание, так сказать, лучшего в СНГ, и эта топ-1 команда поедет на ландфиналы в Китай. Но также не оставили и в стороне тех, кто не занял первое место на этих, так сказать, финальных квалификациях перед поездкой в Китай, и будет между ними разыграно за второе место 800 долларов и за третье место 450 долларов. Ну, это неплохо, понимаете? Ты как бы не идешь в Китай, но тебе платят такие неплохие деньги. 800 долларов, это, не знаю, для студента это вся жизнь. Это можно прожить на 800 долларов всю студенческую жизнь, понимаете? Из-за того, что ты просто хотя бы даже не поехал в Китай, ты просто занял второе место. Ну, не повезло, но хотя бы, не знаю, поживешь как король лет 20 студенческий. Ну, а у нас тем временем играет Гарена Рум против команды ТВП. И давайте перейдем к игре, что ли. У нас в банах Сларк, Аксвендрейнджер и Фантом Ланцер. У Гарены Рум же Думбрингер, Бистмастер Герокоптер. Ну, Думбрингер я не знаю, почему Баня в последнее время вообще у нас не появляется нигде. То есть, как бы не очень хотят играть с ними команды, не очень его любят. Хотя персонаж, знаете, такой сильный, которого можно, в принципе, использовать везде. Который полезен в любом случае. Даже если вы унизили, у него есть шестой левел. Он нажимает кнопку и, о боже мой, он просто полезен на все сто процентов. Потому что от него больше ничего не нужно. Да, он может подбить своим мечом, сжечь аж процентах. Сколько там, по-моему, процентов пять здоровья, если мне не изменяет память. Но я не уверен насчет пяти процентов. Но там процентах сожигает здоровье. Он дает Сайлентс на 11 секунд. Сайлентс, который убивает, ну, очень быстро. Также Баня в ходе Джиггернаут. Пики себе взяли Траксон, Феникса и Вингу Гарена Рум. Ну и Леон Сайлентс и Найт Сталкер. Это все персонажи ТВП. Кстати, полное название команды ТВП это Тим Вульф Пак. Ну, вот так вот. Эти две команды представляют разные ВУЗы. Так что перечислить я все эти ВУЗы не буду. Я думаю, что, ну, ничего страшного. Если бы все были с одного ВУЗа, я бы перечислил... Ну, как перечислил, я бы сказал эти ВУЗы, но так... Зачем? Гарена Рум. У них имеется неплохой пуш-потенциал. Скорее всего, это Феникс Саппорт, который будет играть снова через Санрей. В принципе, мы очень и очень много раз видели Фениксов, играющих. Через Санрей. Этот скилл, он максимально неприятен. Он просто максимально неприятен. У него бешеный рейндж. У него, как бы, такой, знаете, маленькие затраты на этот скил требуются. Сколько там всего требуется. 100 маны. 100 маны. И здоровье в секунду 6%. Если учесть, что у Феникса у нас бывают транквилы и 6% ему... Ну ладно, даже не 6%, сколько там процентов в секунду снимает. В общем, он все здоровье, которое потратит, отхилит на начальных стадиях. Но, но и при всем при том, что он бьет также по врагам в лейте в процентах. Добирают инвокеру у нас с волки. И, говоря на рум, забирают себе Нейрчерс Профита. Ну что? Нейрчерс Профит. Ну, как я и говорил, они уходят просто полностью в пуш. У них имеется тракса, и с этой тракцой будут пытаться пушить. В принципе, с тракцой больше ничего другого делать нельзя, когда против тебя играет Баланара и инвокер. Потому что инвокер очень быстро убивает тракцу, если та не покупаете какой-то ранний БКБ. И Найт Сталкер просто так же без проблем расправляется с тракцой. Опять же, если та не покупает никакого БКБ, или же пику, которая отталкивает. Найт Сталкер и тракцу на максимальный просто рейнджи дают сделать 4 тычки. Просто с невероятного рейнджа. Ну что же, в банах SF. Это очень странно. SF, это... не знаю, что это. Это просто SF. Зачем его банить, если его не пикают? Его не пикают ни в пабах, ни в нормальных играх. Его вообще нигде не пикают. Зачем тогда его банить? Ну ладно, просто забаялись SF и подумали, что это будет Shadow Fiend. Он вообще никак не входит под мету. Во-первых, у него нету ХП. Что сейчас в нашем мете сильно мешает любому персонажу, который стоит в миду именно. Потому что там сейчас популярны тинкеры, банши, которые просто расправляются со всем этим. Стоим маленьким количеством ХП на раз-два. Ну в общем, у нас Горин Рум добирает себе баншу и Спектру забирают в паке. Ждем, пока разберут у нас героев и перейдем к самой игре. Ну и по стандарту у нас вылетает Дота. Почему вы и не вылетите от нас в Доте? Ну, сейчас вернемся. Мы потихоньку переподключаемся. Лаги и Доты все не пофиксили. Комментаторы все вылетают и вылетают. Я не знаю, это с последним таким патчем 6.8 и 7.D. Я просто чуть ли не в каждом матче стал вылетать. И вылетают игроки. Ну что же, мы переходим к игре. Сержа Хан играет на Фениксе. Мегас играет на Венге. Кира, Дев Профит. Торонто, Тракса. Кич, Нечис Профит. Это все Горин Рум. Ну а команда ТВП. Холли Мэн, Найт Сталкер. Алеша, Туту Эйт, Спектр. Он же Алеша, 228. Какаших атаки на Леоне. АС-96 на Сайленсере. И пельмень. Инвокер, кстати, да, у нас добрали с Сайленсера. Ждем. Пока что переподключится у нас Тракса. Видимо, у него какие-то проблемы. И вот Тракса переподключается к игре. Странно было бы, если бы у нас не переподключился. Если у нас игроки вообще по кулдауну вылетают в каждом матче. Я просто захожу в любой матч и вижу, что там вылетает кто-то постоянно. Как не помнится, максимально вылетов из одного лобби было что-то, по-моему, 6 или 7. По-моему, 7 было максимально вылетевших игроков. Да, я это считаю. Это тоже заходит в книгу рекордов, так сказать, небольшую. Ну и давайте посмотрим, что купили у нас, ребята, на мид. Потому что что разобрали на остальные линии, это не так интересно, потому что туда ничего необычного не берут. Дев профит у нас имеет 0 талисман, фаер-фаер веточку, 2 запойленных танго и обсервер вард. И пельмень имеет просто 0 талисман и 2 веточки. То есть у него имеется 46 плюс 3 дамага на первом левеле без экзорта. И вот у Банши 65 дамага. Ну, если качает экзорт, сколько там дает 1 экзорт, урон за сферу 3 и доп. интеллект 2. То есть будет 9 строк сфер и 11 в общем. Плюс 11 у нас получается 57, ну 60 урона. Немножечко больше здесь равно у Банши, но есть самый главный плюс у Инвокера, то, что у него очень быстро летит тычка с руки по сравнению с Банши. Потому что, как я уже много раз говорил, тычка Банши летит просто вот так вот. Она реально просто летит по какой-то странной траектории, мне непонятна эта траектория. И в общем здесь просто ребята разбирают свои руны. Как всегда их отдают мидерам. Помнится мне в одной игре две команды отдали у нас руны хардлайнерам. То есть у нас не было мидеров вообще около руны. Ну то есть они были, но все равно отдали две команды, причем в одной игре, руны хардлайнерам. Это было давно. Это было как только у нас бейсмастер начал заезжать. Здесь тем более фласочек уже подъезжает Банше. И Банша начинает свое противостояние против Инвокера. Здесь вот вошла первая, так сказать, кровь. Банша набивает по Инвокеру с помощью спирит сифона и удара с людьми. И там можно просто еще из-за траксы, можно спокойно переконтролировать Инвокера даже с твоей странной тычкой. И просто сносить пол лица Инвокера. Здесь немножко не повезло. Залетел мисс и сейчас в сторону Инвокера будет пушиться эта линия. Хотя здесь у нас интересно в топе. Спектра выживает просто 40 хп. Спектра подкапывает двух. Стальница начинает с помощью твоей глыбцов набивать по Фениксу. Феникс без ЭК Росдрайва и Феникс должен отъезжать. Здесь хорошо выживает Спектра, но неужели и Феникса отпустят? И отпускают также Феникса. Да ладно. Феникса также у нас отпускают. И сейчас может отъехать Сальнисер. Сальнисер очень больно. Приходит сюда Леон, подселивает своего тиммейта. И что у нас творится в топе? Это трипла на триплу. Могло быть, наверное, уже два или даже три ФБ. Но ребята сыпят друг друга. Кому-то где-то везет, кому-то опять же везет. То есть Спектра чисто на вези не ушла в топ. То есть сюда в Деревья она ушла реально на везение. Феникс также ушел просто на везение. Там уже, по-моему, замахивался у него Сальнисер, чтобы дать еще одну тычку. Но тот ушел в Туман Войны. Здесь Фурион стоит против Баланара. Баланар имеет двух добитых крипов, одного загнайного против десяти добитых крипов у Фуриона и пяти загнайных. Но здесь Фурион должен закрывать линию только из-за того, что он оранжевый персонаж. И дают ему еще шесть атаки спасивки Траксы. В меду у нас Банша имеет 7-5 и инвокер 1-0. Все очень плохо, у Инвокера пошел Тифон по пельменю, пельмень. Пельмень может умереть, пошел Санстрайк, Кулдснап. Уворачивается Санстрайка, пошел также у нас подкоп по Банше. Банша сейчас может убивать кого-то. Пельмень, пельмень живет, еще тычку по миленению нужно не делать. Мисс, нет, миса не проходит. Тыки разбирает, лесять против Ферзблат. Сейчас может также и Леон отъехать. У Леона нету, у нас маны на стан. Летает у нас Фурион. Забирает, скажи, сейчас себе даблкил Банша. Даблкил Банша. Есть Фласка, она отхилится. 45 хп у нее остается. Ну вот, Спирит Тифон, который, в принципе, и спас ее, когда она выходила на инвокер. Если бы это была старая Банша, она бы так сильно в меду не стояла, потому что у нее, в принципе, были бы только при ее Крипт Сворма. Ее очень и очень сильно запустали ее новым скиллом Спирит Тифоном. Пошел Айс Волл, но этот Айс Волл не замедляет. Вообще, насколько там замедление тут Айс Волла, не могу найти Айс Волл. 20%, но это маловато на третьей минуте. Тем временем, у нас тут убивают всю Спектру в топе. Непонятно, что она вообще здесь сделала, когда есть трипла из трех ржевых героев. Кич с Блайтстоуном. Ну, в принципе, это как Веноморп на каком-нибудь Баунти Хантре Братруле. Братрум, я извиняюсь, или Омни Найти. То есть, это нужный артефакт, это действительно нужный артефакт. Который, вроде бы, знаете, стоит недорого, да и снижает брони немного, но он чувствуется. Особенно хорошо чувствуется на ранних минутах. Его стоит покупать. Здесь, вовремя, у нас не оканчивается экшеном в топе. Продолжают команды просто бить или кто-то в другую. Отъезжает у нас Леон. Здесь где-то еще отъехал у нас инвокер в Меду. Но на топе у нас интереснее экшен. Выживает Феникс на лаву хп. Прилетает Фурион. Очень больно, у нас летчик 228. Малышон 228 провелится в таверну вслед за своим тиммейтом. И Кич бежит до конца за Санитером. Санитер может сейчас отъехать, но он слишком много дамажит по Фуриону. Ну и Фурион, ну Фурион тоже отъезжает из Санстрайка. И добивает Санстрайка у нас Феникса. Ну, Феникс немножко не прочитал то, что там будет сейчас инвокер. И тот убьет его Санстрайком. Ну что же, 7-2 у нас тем временем вырывается вперед, ребята, из Гарена Рум. Имеют они уже 3000 по золоту почти что преимущество. Он здесь не 3000, а... Нет, 3000 почти что там. 2900 по экспириенсу. В 2000 всего опережают Гарена Рум. Но для четвертой минуты, знаете, это нормально. Это нормально для четвертой минуты, потому что... Вот, и у Феникса, как раз таки, появились Транквилы Буццы. У Венги вообще ничего нет. То есть, знаете, такая бомжующая Венга, которая стоит везде в арте, которая помогает своей команде по максимуму. А здесь, вредим, выход на Баншу. Есть Лизайленс, Сайленс, есть Сайленс. Попадает под Банши, но Банши сейчас убьет. Имеется второй Спирид Сифон. Пошел Спирид Сифон по одному, пошел Сифон по второму. Больно. Пельмени, минус Пельмени. Кир убегает, Кир должен чувствовать Холюмен, Холюмен. Ну вот, съедает он Тангус, начинает хитаться с Баншой. Банша, пять секунд Спирид Сифон, откидывает он Войду в Баншу. Банша пытается что-то сделать. Если у нас спруты, спруты будут через 2 секунды, но спруты не успеют поставить. Все-таки нет. Думал, что сейчас, если Балонар побежит сюда, такой, знаете, я могу наложить спруты вот сюда. И минус Балонаром. Десять ремень взрывается у нас. Тракса с Сайленсом. И без Феникса им очень больно на линии. Знаете, Феникс очень-очень полезный саппорт. Здесь в Торонтох китаец потихонечку с Сайленсом. Если какая-то платочка, платочки нет. Но есть стики, Санстрайк не попадает. Но Тракса живет. Пошел первый скилл от Сайленсера. Если что, есть стики. Но и так выживает у нас Тракса. Непонятно, пока что она хочет сделать. А нет, понятно. Она хочет, чтобы ее похилил Феникс. Ну, Феникс. Хил. Одна линия. Там две красные девушки, которых ты должен подхилить. Феникс. Что это? Вот что это? Что это только что было? Тракса сейчас может умереть или нет? Не может. Нет, Тракса у нас выживает. Но вот это очень странный мух был. Террини у нас приезжает Банша в Медо. И за этики племени у нас в итоге выживают на 100 кхп. И за ним не погонятся. Ибо здесь, ну, нету нечем гнаться. Феникс. Третий левел. И Карус Драйв в один. А Сан Рей в два. И Феникс получает свой экспириенс за место Банши в Медо. Думаю, уже пора открывать общую ценность. На первом месте у нас, как понятно, Банша. На втором месте, что интересно, Фурион. На третьем Баланар. И только на четвертом идет Инвогер. На пятом Траксан. На шестом Феникс. И вот на седьмом месте с 1300 Натворса красуется Спектра. Здесь Мокер получает задувку от Банши в лицо. Немножечко отходит. Скоро у него закончится. Здесь Ирина, я слышу, Войда от Баланара. Пытается пробить его на Ичес Профита. Его подкапывают. Очень больно у нас Фурион. Фурион отходит от Сансарайка. Его хиксуют. Все еще хилят от Фуриона. Как же больно Хоули Мэн. Выхилят все-таки у нас Фуриона. Фурион все еще живет. Вот очень больно Баланара. Минус Баланар. И так же Минус Леон. Как же Мэн. Выхилят этот Феникс. Просто нереальное количество ХП. Выхилят Феникс. И делают даблкил в своем лесу. С чем мы в принципе этих парней и поздравляем. Отходит у нас на свою базу. Инвокер. И приходит в мид Экспица. Феникс. Нечерс Профит. На базе. И здесь у нас снова трипла в топе. Очень печально все. Спектры. 1500 нотворца. Седьмая минута. Седьмая минута. 1500 нотворца. А у некоторых саппортов. Больше нотворца. Просто посмотрите на Феникса. Которые ходят в принципе. И гангают на своем четвертом левеле. И на спектру также четвертого левела. На корр позиции. У нас умирает верением Сайленса. Также затягивается на Леон. И минус Леон. 12-3 счет. Тотальная доминация. Я думаю, что скоро эта игра закончится. Просто скоро эта игра. Уже закончится. 12-3 просто понимаете. Здесь как бы не пушат парни. Но сейчас начнут. Просто уже больше чем 4000 по золоту. По экспириенсу. Больше чем 3000 снесли. У нас уже первую вышку для себя. Ребята. Есть у Банши ультимейт первый. Но правда первый ультимейт мне кажется вообще нафиг не нужен. Он начинает быть полезен только со второго уровня прокачки. Потому что 8 духов это ничто. 8 духов это реально вообще ничто. Банша. Банша собирает себе юма. Ну не знаю насчет юлов. Это в принципе хороший подсейв. Сейв спасение от инвокера и сайленца. Банара. Да в принципе и этот глобал сайленца. Так что нет, нет. Здесь есть сайленцы. Очень много сайленцев. Так что ветра. В принципе хорошее решение сейчас на Банше. Подрубает ультимейт. Начинает пушить вторую вышку у нас ребята из Гарена Рум. И сейчас должны ее сносить. Да вот пушечка падает. Достается она Банша. Здесь пытаются подформить аккуратненько маленький кэмп крипов. Идет у нас Банша вперед. И Банша. Ну вот Банша просто бегает пока что. Банша. Ну как просто бегает. Под ультимейтом пока что ведет до второй вышки. И зайца Глиф на Тир-2 вышку. Скоро закончится ультимейт. Да он уже в принципе заканчивается. Взрывается у нас точно Ланара. Выход теперь на всю эту гадшу героя. Пошел сайленц. Сайленц по кому? Ну сайленц по-моему по траксе. Да сайленц по траксе. Но по-моему зря выходили у нас эти ребята. Просто уже минус 3. Пошел култснап. Но култснапом не остановить. У нас Баншу хотим все-таки остановить. А бегут за инвокером. Стан страйк. На всех попадают в Баншу. Нужно чем-то останавливать инвокера. Остановить в принципе нечем. Хотя вот сейчас Тан от Винги бы заехал. Но к сожалению не дотягивается у нас Винга. Минус Тир-2 Тауэр. Стягиваются у нас на базу. Сейчас похилится. И вернутся. И уже подписывают ГГЭ. Ну. Девятая минута. Серьезно? Девятая минута. Ну ладно. Ну ребята. Давайте вы тогда уж не будете пайковать. Врем прилетает на возле. Сайленц. Сайленц сейчас умирает. О ну вот. Все. Умер. Видимо. Какие-то разногласия у нас тут. Три команды сейчас у ребят. Вот. Будут лезть не до конца. Но в принципе. Вряд ли что разнесут. Мне все-таки. Дописали СГГ. Поздравляем Мага-Арену Рум. С уверенной победой в этой игре. И. Не расходите. Скоро у нас будет еще один матч. Надеюсь он будет немножко интереснее. Чем этот. Всего лишь 12 минут завершился. Ну. Очень на это надеемся. Скоро вернемся. После небольшой музыкальной паузы. Субтитры сделал DimaTorzok.